МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Улица Вознесенская. Когда-то это был самый центр нашего города. Это рубрика прогулки по столице. Сегодня пройдемся по самой старинной улице Ишкаралы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первоначально она носила название «Большая». Она была самая длинная в городе. Царевыкакшайс территориально был небольшой, поэтому название оправдано. Долгое время она оставалась главной улицей города. Это улица первых каменных зданий лучших людей города, четырех из пяти городских церквей и монастыря, постоялых дворов, пятийных заведений и лавок на примыкающей базарной площади, а также кожевиного и винокуриного заводов, а еще двух учебных заведений, больничных зданий. В 1756 году один из самых богатых людей Царевыкакшайского уезда Казанской губернии, купец первой гильдии Иван Андреевич Пчелин, на собственные средства строит каменную, двухэтажную Вознесенскую приходскую церковь. Это был великолепный храм для своего времени, выстроенный в традициях старого русского зодчества. По своим архитектурным формам Вознесенская церковь – типичный памятник русского зодчества XVIII века. На колокольне располагался пост пожарной команды, и колокол каждый час отбивал время. В 1937 году церковь закрыли. Здание передали сначала радиокомитету, затем товарищество «Марийский художник», но последним ее хозяином был пивзавод. За годы советской власти была снесена колокольня, церковное здание нуждалось в капитальном ремонте, приходская жизнь храма возобновилась в середине 90-х. Деньги на восстановление собирали по крупицам. Как раз в честь этого собора улица и получила свое название – Вознесенская. Еще один памятник архитектуры оставил церевококшайскую именитый гражданин – Иван Пчелин. Первое каменное здание в городе построил именно он – самый состоятельный человек в округе. Кирпичного производства в крае тогда практически не было, и для того, чтобы построить себе дом, Пчелину сначала приходится наладить производство кирпича. Это небольшая часть улицы Вознесенской. По правой стороне тротуары ведут к дому Ивана Пчелина. Вид с левой стороны сейчас полностью изменен. Дом Пчелина является памятником архитектуры. Подумать только этому зданию более двухсот лет. После того, как род Пчелиных прекратил свое существование, это здание покупает церевококшайское уездное училище. После революции в этом здании располагаются различные обкомы, советские партийные школы, индустриальный техникум, а во время войны сюда эвакуируют завод. Сейчас в этом здании располагается Марийская и Шкаролинская епархия Русской Православной Церкви. На улице Вознесенской в 1911 году свой дом строит лесопромышленник Чулков. Усадьба строилась на месте старых крепостных укреплений царева города на Кокшаге. И состояла она из двух домов. Одноэтажного деревянного с мезонином и двухэтажного каменного с флигелем. Строительство велось под руководством сына купца Николая Чулкова. Ну а сейчас в каменном здании располагается музей истории города Ишкаролы. Неподалеку деревянный дом с мезонином, где некоторое время жил с семьей поэт Котомкин-Савинский. Три тома его стихов хранятся в Центральной библиотеке имени Ленина в Москве. В 1919 году улица Вознесенская переименована в Карла Маркса. Своё историческое название она получит лишь в 2008-м. Но не вся, а на участке от Льва Толстого, от её начала до Ленинского проспекта. Этот дом купцов Кареповых построен в 1901 году и построен он путём объединения двух каменных двухэтажных домов. Он является ярким образцом гражданской застройки старого Целевококшайска. В разное время здесь располагалась торговая лавка, почта, а потом совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Сейчас здесь расположен научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры. На снимке центр Краснококшайска в 1920-е годы. Это пересечение площади революции и Карла Маркса. Так теперь выглядит собор Воскресения Христова. Таким мы его знаем, однако, лишь несколько лет. Его прототип был построен в 1759 году казанским купцом Василием Булыгиным. Главной святыней храма являлся почитаемый верующими образ спасителя, принесённый стрельцами из Москвы в 1584 году. Ежегодно, 1 августа, его носили по Целевококшайску крестным ходом, служили на Кокшаге молебен. В 20-е годы 19 века новая власть здание храма отдаёт под кинотеатр. В годы войны храм вновь был возвращен верующим, и 20 лет здесь проводились службы. В 1961 году здание храма было разрушено, и долгие годы на этом месте был пустырь. Собор стали восстанавливать лишь несколько лет назад. В марте 2010-го храм осветили, и с тех пор в нём совершаются регулярные богослужения. Троицкая церковь – одна из самых древних в нашем городе. Первоначально она была деревянной, первые упоминания о ней встречаются в 1646 году. Спустя 90 лет появляется каменный этаж Троицкой церкви. Это было первое каменное здание в Царёве-городе. В 1932 году храм закрыли, а в 1939-м разобрали до первого этажа. Несколько десятилетий развалины церкви, поросшие бурьяном, стояли во дворе автохозяйства. В 90-е годы начались работы по восстановлению храма, а с 2003-го здесь проходят богослужения. Именно здесь когда-то располагалась одна из главных площадей города – Базарная. Само название говорит об её предназначении. Торговые ряды на Базарной площади запечатлел Александр Козлихин. Именно он является автором серии открыток с видами Царево-Кокшайска. Его отцу, кстати, и принадлежала одна из лавок на этой улице. Здесь сейчас находится Царево-Кокшайский Кремль – одна из нынешних культурных площадок Марийской столицы. На Вознесенской же располагаются храмы, общественные здания, магазины, театры. Несмотря на то, что центр города сейчас сместился, самая старая улица Ешкаралы продолжает играть значительную роль в жизни Марийской столицы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова